Всем привет! Ну, подошли мы ко второй части по клейке обоев. Ну, как вы помните в прошлом видео, я клеил флизериновое панно. Это вот это. Таким же образом мы наклеили на противоположной стене еще одно маленькое панно, небольшое, над диваном. И сейчас я вам хочу показать и рассказать, как мы будем клеить виниловые обои. Что нам для этого, в первую очередь, понадобится? Давайте начнем с инструмента. Ну, и если же у вас нету лазерного уровня, то вам понадобится обычный уровень. Обычный, простой, дедовский уровень. Потом следом. Кисточка, валик, ванночка, ножик. Нож я пользуюсь ножиками лезвиями Ольфа, черными, каленными. Лезвия дорогие, но они себя оправдывают. Качество обменное. Обычный шпатель. Если вы видели, как я клеил панно в прошлом видео, я его клеил валиком. Ну, потому что оно велюровое. Его шпателем клеить ни в коем случае нельзя было. Поэтому, как бы, я его клеил валиком. А эти обои, я их буду клеить обычным шпателем. Никаких валиков. Рулетка. Обычный шпатель металлический для подрезки. Потом дальше. Шуруповерд. Ну, или же просто обычная камень-палочка, чтобы размышать клею. Потом с хлебом чистое белое ведро. Ну, или не закреплять белое, но чтобы оно было чистое. Дальше. Давайте я вам скажу про обои. Сейчас мы их откроем. Кстати, вот обои вот такие. Замбатьте паратьте. Какой-то шпат. Обои у нас будут без рисунка. Без состыковки рисунка. Вот такого бежевого цвета. Ну, да не как с каплями здесь. И самое главное. Виниловые обои. Это тяжелые обои. И для тяжелых обоев нужен хороший бель. Ну, вот я пользовался, пользуюсь на данный момент, клей Келит. Это французская фирма. Она себя зарекомендовала довольно-таки неплохо. Я вот поклеил вот это панно. Вот Келит тоже фирмы. Спецфрезевин. И теперь мы будем клеить виниловые обои. Спецвинил. Клей для виниловых из текстильных обоев. Идеально для кухни и ванной комнаты. Исключительно защита от грибка. Надежно приклеить тяжелые обои. Он из высококачественного крахмала. И самое главное, что у него есть антигребковые добавки. Потому что в новостроенных домах, вот на данный момент новостройки, дом еще полностью не высох. А грибок, он где живет? Он живет в стене, сырости, спокойно. И ты когда наклеил обои, он начинает расти. Этот клей предотвращает образование грибка. Следом, я также взял келит для стыков. Вот клей для стыков обоев. Подклеивание стыков бумажных и виниловых обоев в стеновых покрытиях. Это для чего? Это для того, чтобы когда обоиные, вы подходите к откосам, чтобы потом не клеить там эти уголочки. Потому что, как бы, угол откоса и обоины, он отклеивается. Частенько, когда вы моете откос, в общем, рукой зацепили, как бы, этот стык, он отклеивается. Этот клей, он приклеивает этот стык намертво. Ну, в общем, давайте начнем разводить наш клей и клеить. Давайте посмотрим. И смотрите внимательно, клей должен быть от производителя. Клей, он, как видите, вот такие хлопья у него. Ну, в общем, клей не содержит пакета. Он не пакетирован, он насыпан прямо в коробку. Этот клей от производителя. Ну, и замешиваем. Перемешиваем 5 минут. Где-то в постоянном режиме. Потом даем ему 10-15 настояться и еще раз его перемешиваем. Прошло у нас минут 15 и перемешиваем еще раз клей наш. С чего мы начнем клеить нашу первую полосу? Ну, как вы видите, у нас комната неординарная. У нас здесь откос, тут ригель, тут наше панно. И нам надо распределить обои так, чтобы у нас не подошла резко нигде сантиметр, полтора или два сантиметра полосочка. В общем, я нашел точку, откуда я буду приедать нашу обои первую. Это значит, у меня к откосу подойдет сантиметров 36, к самому панно подойдет также сантиметров 30-35, где-то в этом районе. Эта точка, это центр нашего вот этого варителя. Значит, я поставил метку карандашом по центру нашего варителя. Еще раз повторю, если же у вас нет лазерного уровня, пользуемся обычным уровнем. И ставим нашу первую линию. И еще учтите, что если вы рисуете обычным графитовым карандашом полоску, то этот графитовый карандаш при размокании на светлых обоях, он у вас вылезет на шве, и его будет видно. Так что, или же вы обои не перекрываете, или же ставьте миленькие, тоненькие черточки, прерывистые. Ну, я установлю свой горш. Все, вот с этой линии мы начинаем клеить обои в эту сторону. Почему в эту сторону? Это от окна. Еще учтите, что стены должны быть прогрунтованы. Ну, клеем мажьте два раза. Ну, а так, смотрите, по впитыванию стены самой. Ну, я вообще, когда она не впитывала, я всегда мажу клеем два раза. Первый раз, еще раз я грунтую, второй раз клеем. И третий раз я уже наношу основной слой клея, и клею потом обои. Ну, теперь нам нужно что? Следом, это замерить наше расстояние от потолка. Если вы можете обратить, потолка тут нет. Тут будут отдельные потолки с обычной вставкой. Без галты. Поэтому мы смело можем отлеить обои, чтобы мы с из них и натянем потолки. Расстояние у нас 2,83. Вот, и отрезаем наши полоски по 2,83. Определенное количество, сколько нам надо. Ну, допустим, у меня есть 1, 2, 3. Потом дальше пойдут у нас другие куски. Вот, режем первые 3 полосы. Наливаем клей в нашу ванночку. И в первую очередь мы мажем сами обои. Где-то из обоих полосы сюда 3 штуки. Наносим клей на саму обои. Намесли клей на обои. И что я хочу еще уточнить. Смотрите, когда вы раскатываете рулон обоих, всегда начинайте от начала обоев есть. Не переворачиваете, допустим, вы раскатали, отсюда вы перевернули, покатали туда. Потом отсюда туда. И потом просто-напросто, если вы перевернете, вот так обои, то у вас будет виден стык. Даже если рисунок одинаковый. Поэтому как бы вверх есть вверх, вниз есть вниз. Это очень приятно. Пусть снова нанесли обои. Теперь клей на обои. Ну, здесь понадобится помощник, для того, чтобы удобно их сложить можно было. Возьми. Взывы. Взывы. И аккуратненько вот так складываем. Сложили. И как видите, у меня вот эта сторона обоев, она вот выглядывает. Это означает, это вверх. Сложили раз. Потом два. Потом три. Потом четыре. В общем, вот таким вот образом. И пускай лежит. Минут десять. Пока что мы нарисуем еще две-три полосы. Наносим. Следующим образом клеем клей на стену. Я уже наношу второй раз. Следом берем нашу кисточку. И проходим полностью все примыкания. Следом берем нашу обою. Ту, которую мы намазали самую первую. Вот это у нас вверх. Проводим ее кверху вот так. Так как у нас тут, видно, приблизительно запоминаем. Потом подводим и подводим ее к нашей линии. И вставляем по лазернадиму. И отрезаем немножко больше. Так как у нас тут. и устанавливаем я немножко прошивши как бы на это обои как видите есть немного обои зарезала на ламинат но это ничего страшного нет сверху там все в порядке там опустится надежной потолок сантиметров на 5 все уложили руками по максимуму потом следом берем валик обычный пластиковый и от центра обоя выгоняем середину потом в сторону ну вот этот стык мы его сейчас не отрезаем этот ригель точно также будет заклеиваться обои и когда я обоины зайду сюда я отрежу одновременно два стыка и чтобы этого шва видно у нас не было потом все остальное мы опускаем вниз пробуем постоянно чтобы не было воздуха если есть или же какие-то остатки клея в стене их обязательно а а а а а а а в комнате не должно быть холодно и не должно быть сквозняков после того как уложили обои в любом случае шпателем я занес немного клея сюда где-то берем просто с чистой тряпочкой и протянаем ее и смотрите имеете ввиду в плане тряпок цветные тряпки которые с красителями их не берите они начинают размокать и начинают потом пачкать обои своей же краской нанесли клея нанесли клея опять же таки берем нашу следующую полосу так так же как видите у меня белая полосочка это вверх если не мазать обоину саму при поклейке она начнет морщиться и подводим стык в стык и 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 таким же образом укладываем ее шпателем как и первое обоим после того как ее уложили берем шпатель вот так ставим один палец вот сюда или два пальца хорошо как вам удобно в общем вот этим кончиком шпателя подгоняем ладони наш стык в стык и укладываем его кончиком шпателя я и и и и и и все уложили после этого обязательно протираем наш стык от клея и таким же образом клеем и мажем дальше. Сейчас когда я наклею эту полоску я покажу вам как подрезать под само панно. Посадил я третье полотно на свое место. В общем эту сторону я же подрезал как видите к молдингу аккуратненько все стык-стык. Оставил теперь верхнюю и нижнюю. Теперь я вам покажу как подрезать аккуратненько подвести обоину к молдингу. Но в первую очередь нам надо посадить обоину в пластиковом шпателе угол в угол. Все у нас получается идеальный стык. Опять же таки берем кляпочку и выклеиваем. Ну вот как видите вот такая вот получается окантовка. Таким же образом в общем теперь клеим всю нашу комнату. Подошли мы к самому углу. Ну пойдите под дежитальную покажу. Как вы видите у меня обоина она заходит буквально на 3 миллиметра буквально на эту стенку. Я его считывал вообще-то где-то на сантиметр чтобы она сюда на полтора зашла. Но получилось так что она сюда зашла на 3 миллиметра. Но честно сказать это еще лучше. Теперь следующим образом мы делаем следующую работу. Вот эту обоину нам надо хорошо посадить в стык. Полностью этот угол сформировать. Резать мы здесь ничего не будем. Угол у нас находится в уровне. И так в уровне и так в уровне. Поэтому мы следующую обоину ставим прям в угол. Намазали стену точно так же опять. Если у вас кривые стены и стены завалены. И у вас допустим в том углу вверху обоина зашла там на 2 сантиметра. Внизу у вас обоина зашла на миллиметр там на 5 миллиметров на сантиметр. Так же таким же образом выставляем следующую полосу вот отсюда. С таким учетом чтобы обоина зашла на эту обоину. Так же на пару сантиметров. Чтобы вам было удобно отрезать. И потом втыкаем металлический шпатик в угол. И прорезаем две обоины сразу. Потом убираем то что мы там прорезали. И стыкуем опять же таки этот угол шпатик с двух сторон. Это тут стыкуем и этот. После того как уложили полностью обоину. Вот этот угол приоткрываем. И промазываем его хорошенько кисточкой. вот блин . there и просто на 3 сантиметра. После того, как ее уложили, берем опять-таки чистую тряпку и вытираем от клея, который выступил наш угол. Ну, в общем, вот таким вот образом и клеим всю комнату. Подгоняем, подрезаем, подгоняем, усаживаем, вытираем. Ну, клеим дальше. Ну, в общем, сейчас время у нас 15-11, закончили мы клеить эту комнату. Ну, как видите, вот так вот она получилась. В плане углов, которые, как видите, ненавидели, поклеили. В плане углов мы не занорачивались, как бы там, состыковка углов, мы это не делали. А здесь будут стоять коричневый угол декоративный, нарядили. Поэтому, как бы, там не так, что принципиально. Ну, а так, в принципе, вот так вот выглядит наша виниловая комната с нашими декоративными эксклюзивными панно. Да и где-то бывает. Помогли хозяйке занести диван. Ну, а я с вами прощаюсь. Кому видео нравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok